Армянский адмирал В распоряжении Ахараза оказался весь текст письма адмирала военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Колби Митчелла Честера, адресованный в редакцию газеты The New York Times в 1923 году, где он рассказывает об армянах, проживающих в Турции. Цитата. Мы много слышим о депортации армян из северо-восточной Турции. Факты таковы, что с целью защиты своей страны от угроз русских, турки послали армию к границе с Россией. Армия состояла из турецких подданных всех национальностей, так же, как и наша армия в США. На фронте армяне использовали впустую патроны и в массовом порядке депортировали к врагу. Этим предательством они еще не успокоились. В тылу армии располагалась большая провинция с армянским населением. И эти люди, чувствуя, что есть отличный шанс победы русских над турками, решили отрезать контакт с военной базой снабжения. Далее, Честер для того, чтобы американское общество поняло весь масштаб предательства, проводит параллели. Цитата. Представим себе такой случай. Предположим, что Мексика является мощным соперником нашей страны, с которой мы в состоянии войны. И предположим, что мы послали армию к мексиканской границе, чтобы сдержать вторгающегося врага. Далее, еще предположим, что чернокожие из нашей армии не только дезертировали к врагу, но те, кто остался дома, организованно решили отрезать нашу линию связи. Как вы думаете, наши, особенно южане, что сделали бы с этими чернокожими? Наши чернокожие имеют право в 10 раз больше возненавидеть нас, нежели армяне-турок. Несмотря на то, что в южной части чернокожие составляет большинство, они не имеют права на представительство и не имеют права голоса в принятии законов. К югу от Мейсона и Диксона чернокожие практически подвержены расизму, в то время как у армян в Турции не только представительство, но и особые привилегии, которые ни одно другое государство не позволило бы.